Это швейное предприятие работает в Химках уже 26 лет. Здесь производят спецодежду для космонавтов, летчиков, сотрудников Красного Креста и других специалистов редких профессий. Вот это костюм летчика. Летчика сухого. Это летный костюм. Комбинезон летный. Вот мы их шьем под каждого, под фигуру. Сейчас на фабрике трудится небольшой коллектив. Чтобы расширить производство, необходимо новое оборудование. Сотрудники муниципального учреждения «Малый бизнес-химки» и депутаты встретились с работниками предприятия, изучили их продукцию и обсудили меры поддержки. Сейчас на предприятии очень требуется новый большой широкоформатный плотер для распечатки новых лекал, для того, чтобы изделия сидели более хорошо и удобно. Особое внимание швею уделяют экипировке космонавтов. На орбите они находятся долго. Важно, чтобы повседневная одежда была удобной, комфортной и в ней легко было работать. Какие-то костюмы, шорты, брюки у нас идут из смесовых материалов, для того, чтобы они не мялись там особенно сильно, потому что им там негде их утюжить. Поэтому они должны все-таки красиво летать. Мы же их видим по телевизору. Кстати, для российского блокбастера «Вызов» первого в мире фильма, снятого на орбите в реальном космосе, экипировку изготавливали именно здесь. Кроме одежды, на фабрике шьют карманы и футляры для специнструментов. Материалы, которые используют в своей работе швеи, не поддерживают горение и подходят для работы в космосе. Также на предприятии шьют и медицинские костюмы. Там разные размеры себе, потом какие-то мы ремонтируем, какие-то части им, например, доделываем иногда. У нас это заказчик, который их продает и договаривается со всеми. Это центр авиакосмической медицины. Сейчас где-то под 100 тысяч. То есть он очень дорогой. Мы заказываем всю металлофурнитуру специально по нашим чертежам. На предприятии работают социально уязвимые категории граждан. Предприятие претендует на получение статуса социального предпринимателя. С таким статусом они могут уже получить субсидию до 2 миллионов рублей и использовать ее на покрытие затрат на арендную плату, на приобретение необходимого оборудования. Обратиться за государственной поддержкой в МКУ «Малый бизнес-химки» может любой предприниматель. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы. Юлиана Мазырина, Вильфельд Зимковский. Новости Химки ТВ.